По мнению опытных отдыхающих, курортный роман считается успешным тогда, когда он заканчивается одновременно с отпуском. Но в других случаях это заканчивается либо свадьбой, либо разводом. Но даже если вы не стремитесь к курортному роману, Одесса — такое место, где он сам вас найдёт. Девушка, у вас лежак свободный? Вы что, не видите? Занят. А если подвинуться? Мужик, иди куда шёл, хорошо? Так а я уже пришёл. Мужчина, я не настроена на случайное знакомство. Так а я и есть. Кто? Настройщик. Разрешите представиться, поверитель курортных романов «Дух любви», то есть как Амур, только Тимур. Что? Ну, Амур отвечает за пляжи Ибицы и Малибу, а Тимурщик отвечает за пляжи, где есть шляпа капитана и пахлава. Чего? Слушайте, я не понимаю вас совсем, мужчина. Чего ты не понимаешь? Тебе ещё два дня в Одессе осталось, и на твой лимонадик ни одна оса не села. Что? Я говорю, ещё ни один катерок не заплыл в твою бухточку. Чего? Власть поменялась, а Марь до сих пор Труханов. И что? Что, чего? Меня что-то надо. Одесса, море. Давай, я помогу тебе с любовной охотой. Скажите, а с каких это пор в любовной охоте разбирается человек, который ходит в бриджах и в сандалях на носки? А с каких это пор у учительницы разбирается в моде, и у неё столько денег? Откуда вы знаете? Ну, я же дух секса. Я вижу сквозь купальник. Слушайте, вы какой-то извращенец. Так, немедленно уходите, а то я сейчас вызову полицию. Да, пожалуйста, я уйду. Но только знай, если квартира долго не сдаётся, то ей нужна помощь опытного риэлтора. Так. Ну, если хрущёвочка думает, что она сама сможет. Да. Я умываю руки. Так, а ну подождите. Подождите. А что это у вас? Это крылья? Да, о чём? И что, ты на этом летаешь? Ну, до 60 килограмм летал. А потом... Ну, короче, меня падшим ангелом не бог сделал, а пивасик. На тебе визиточку, если вдруг передумаешь. Давай, звони. Так, Тимур, ремонт домофонов, случайные связи. Ремонт домофонов? Одесса зимой тоже надо как-то крутиться. С 8 до 5 ремонт домофонов, суббота, воскресенье, общение с Богом. Хорошо, допустим. Ну, вот и как вы сводите людей? Вот так, да? Не, просто камнем бросаю. Вот сейчас найду плоскенький надо каменщик. Смотри, вон видишь того мужика? И вот ту барышню симпатичную, видишь? Сейчас они будут вместе. Вот это поцелуй. Да ладно, может они просто муж и жена? Да? А кто тогда та барышня, которая его по голове зонтом хреначит? Хорошо. Хорошо, допустим. Ты дух любви. А почему ты появился именно сейчас? Слушай меня сюда. Если ты мне в Одессе испортишь секс-статистику, ты знаешь, куда меня сошлют? Куда? Вот? Если бы. В Коблево. Знаете, мужчина, спасибо, конечно, но мне не нужна ваша помощь. У меня, между прочим, в санатории наклевывается роман с очень интересным мужчиной. Да? Да. Это тот мужик, на которого ты квас вылила? Угу. Так он уже уехал. Как уехал? Ты что, за мной следишь? Следят, чтобы шезлонги полотенцами не занимали. А я так наблюдаю и обещаю тебе легкий, двухдневный, незабываемый, ни к чему не обязывающий. Секс. Роман. Ну хорошо. Давай попробуем, давай, я готова. Давай, бросай камушки в красавчиков. Подожди, стоп. Что, думаешь, все так просто? Я же не машинами из штатов торгую. Я не буду людям фуфло впаривать. А, в смысле фуфло? Ну, есть вопросики. Ну, тут проблемочка, вот это и тут проблема. Снимай свою парео. Эта парео мне подарила бабушка. Фу. Что такое? Представил, что где-то бабушка без парео ходит. Ладно. Хорошо. Да, подожди, не снимай. Не надо, оставь память о бабушке себе. Слушай, давай снимай свои вот эти очки, не прячь. Красивые голубые глазки. У меня вообще-то карие глазки. О, мать. Ты давай переставай в этих очках загорать, а то у тебя глаза выгорели. Это же лупы какие-то. Так, ну и последний штрих. Волшебный амулет. На, пожалуйста. Это что, трусы? Ну, это счастливые трусы. Меня в них чуть машина не сбила. Был бы без них, сейчас бы тут не стоял. А как это связано? Ты дорогу переходил, и собака напротив бежала. Вот ее машина сбила, потому что она была без трусов. Фу, не надо, там какое-то пятно. Это я на сливу сел. Передом? Я всемогущий дух. Как хочу, так и сажусь. Слушай, хватит, давай. Колдуй, делай то, что ты должен делать. Давай, колдуй. Ну, давай как-то это, ляг, чешо, сексуально. Хорошо. Вот так. Нормально? Не, встань. У меня прям дежавю. Что такое? Так сбитая собака лежала. Хорошо. Нормально? Да. Сейчас я тебе найду. Давай. Кому женщина? Кому одинокая горячая женщина? Тручи-тучи, фа-фа-фай. Смотри, кого нашел. Мистер Бридянск, 85. Смотри. Не, старенький. Старенький. Опытный. Так. А как тебе вот этот кавалер? Да он, не, худенький какой-то. Худенький? Угу. Да он три дня назад 150 килограмм весил. Это я его так загонял. Мужчина, мы еще походим. Если ничего не подберем, к вам вернемся. Так, все нормально у вас тут? А вы вместе, да? А я думал, нет. Мужики, я извиняюсь, просто камень отрикошетил. Ну, я прям не хотел, честное слово. Слушай, а давай вот того вот красавчика в кепочке. В кепочке? Да. Не, не надо его. Чего? Ну, если я через купальник бежу, то я и через шорты могу. Мужчина, мы вас обязательно пристроим? Я обещаю. Кому секс в Аркадии загорелым дядю? Так, так, так. Двенадцатый ряд! Привет! Как там с Вингерой вечеринка? Прошла, нормально? А-а-а. Ты что, до сих пор один? Я тебя с такими людьми сводил. Ты что? У тебя последний день в Одессе? Так, все. На тебе волшебный амулет. На, поднимай руку, вот так держи. И все у тебя получится. Понимаешь? О! Смотрите, смотрите, вот так надо сексом заниматься. Девушка даже прийти не смогла. Зверь ты мой! Монстр! Что там с амулетом? Где ты? Ты держи давай, ты что опускаешь? Давай, на, держи красиво. На. Давай, вертолет делай. Делай вертолет. Это не вертолет, вертолет делай. Все, сейчас все будет. Сейчас все тебе найдем. О, как вам мои услуги? Все нормально? Жалоб нет? Женщины, что вы смотрите? Я человеку зимой домофон устанавливал. Что там с трусами? Вот скажи мне, что ты не крутишь? Ну, ты хочешь что-то или нет? Все, отдавай трусы. Только не мне. Вот твой мадмуазель на пляже. Давай, вставай, пошли. Пошли давай. Давай. Благодари. Друзья, всем любви! Это женский портал. На связи! Люди здесь смеются над собой. Это женский портал. Здесь нет души, так с ним. Как известно, семейный отдых очень расслабляет. Особенно мужчин. Мы заметили, что некоторые из них, благодаря дьюти-фри и олл-инклюзиву, порой превращаются в беззаботных детей. Итак, Турция, фестиваль весело, третий день отдыха. Так, Сережа, все, хватит, выходи из воды. Коля, надень панамку. Ой, сорванцы. Сколько вашему? Ой, сорок один. А моему тридцать восемь. Сережа, не ешь песок! Ой, девочки, да пусть поедят, хоть какая-то закуска. Ну, да, и то правда. А ваш где? А вот в колясочке. Ой, и сколько же ему? Два годика. Осталось. До ста. Кеша, Кеша, ну прекрати пугать ребят, засунь челюсть обратно. А, это ваш папа, да? Нет, вы что, моему папе пятьдесят. Это мой папик. Коля, Коля, ну куда ты пополз, а? Ну тут ползай, чтоб я тебя видела, ну, Коля. О, а я смотрю, ваш еще не ходит, да? Нет. Как сюда приехали, браслет надели, так еще ни разу не пошел, представляете? Да, вы что? А мой такой молодец. Ручки уже крепенькие, вот видите? И вчера вот так вот по стеночке, по стеночке сам в номер и дошел. Ой, молодец. Я вас поздравляю, это успех. Срыгнул, по-моему. Мой, ваш. Да не, мой. Коленька. Иди сюда, я тебя вытремаю, хорошая. Иди сюда. Шо? И взять хочешь? Так иди в море, сходи незаметненько. Коля с пирса, это заметно. Воду зайди, пожалуйста. Подойди же ты хотя бы по поясу, Коля. Сережа, убери от него руки. Не трогай. Не череби. Так надень плавки. Извините. На самом деле, он очень-очень-очень дурный мальчик. Сегодня, кстати, свое первое слово сказал. Да, вы что? Да вы что? Да вы что, какое? Фаты. У моего тоже такое было. Да. А мы, девочки, на отдыхе начали горшочку привыкать. Ой, а зачем? Как-то зачем? Кеша завещал его кремировать. Вот и привыкаем. Ой, ну, первые дни на отдыхе с ними, конечно, очень. Да, это правда. А ночью как? Ну, кошмар же. Ваш с вами спит? Нет, пока на полу ему стелим. А ваш? А мой вон прилег. Ой, ну вы же смотрите, чтоб не сгорел же ж. Ну, думаете, да? Сережа, не лежи на мангале, ляг на песочек. И Кешу, Кешу, пожалуйста, откатите от мангала. Он в последнее время, когда пепел видит, так плакать начинает. Егор! Егор! А женщина, а вы своего потеряли? Угу. Зашла с ним на свою голову во взрослый мир. В смысле в Дьюти Фри? Ну да, а он там начал конючить. Хочу лошадку, купи лошадку, хочу лошадку, купи. Купила я ему этот вайтхорс. Так он его по дороге в отель выдул. Егор! Ну подождите, не паникуйте. Как он выглядит? Да как-как? Как и все. Хреновато. Так это вы только сегодня прилетели, да? Так мы его сейчас быстро вычислим. Это что, проблема или что? О, вот смотрите, не ваш лежит. Единственный с белой попкой, а? О, да, ваш. Точно. Вот ты зачем паразит плавки на голову нацепил, а? Не, все, ты наказан. Неделю без полусладкого, понял? Так, Коля, и ты сейчас будешь наказан. Ну не трогай чужой мячик, отойди от тети. Твои мячики от. Так, Сергей, я тебя как учила? Если громко пукнул на пляже, надо сказать, извините. Вот сейчас молодец. Он просто такой молодец. Мальчишка так. Хватит извиняться, Сережа! Мальчики, ну прекратите закапывать Кешу. Ну в самом деле, ну сколько можно? Нет, нет, что вы, пусть закапывают. Смотрите, как им весело. Да. Слушайте, а может и не кремация? А я вот что у вас хотела спросить. Да, да. А Кеша, это, наверное, ваш первенец, да? Нет, нет, что вы. Я уже троих, так сказать, воспитала. Героиня. Да, вот думаю, четвертый и все, хватит. Ну надо же для себя пожить. Ну да, да. Для себя тоже. Так, Оля, ну вылазь из бара, ну синий весь, а? Ну на улице плюс сорок, а ты весь дрожишь. Ну, не, ну и шо, шо Сережа еще пьет, а? А если Сережа пойдет с крыши прыгать, ты тоже пойдешь, а? Так куда вы оба пошли, а? Кеша, ты-то куда покатился? Где? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мужчина. Что вы делаете сегодня вечером? Я? Да тоже, что и вчера. Сижу в туалете после караоке, держу волосы. А, у вас девочка. Знать бы еще где она. А, вон она. Катя! Я здесь. Катя, выплюнь каку. Да, да, да. Джин-тоник после шампанского, это кака. Давай, давай. Ой, такая забавная. А сколько ей? А, так 35 уже. Ну, знаете, в таком возрасте уже надо, конечно, купальничек надевать. 35, говорите, да? Ага, да. Ну, я вижу, уже и прививочки все сделали, да? Ага, да, все сделали прививочки. И в лобик, и в губки. Хорошо. Секундочку. Катя, ты куда? Ты куда? Тихо, тихо, тихо. Катя, Катя, стоп! Так, стой здесь, стой, не двигайся. Пойдем мы уже, наверное, а то перебор же уже. Ну, а сейчас до номера доберемся, она успокоится немножко. Умою ее сейчас, планшет дам, игру ее любимую включу. Игру? Какую? Приват 24. Ой, моя любимая. Я тоже. Ой, нравится ей очень. Ну, все, все, Катенька, маши, маши тете ручкой. До свидания. Пока. Подождите, а вы приходите завтра, мы здесь будем? Нет, а завтра Катя на очередь. У нас же с ней сутки через трое, вот. Так что завтра я вас, к сожалению, не увижу. Ой, очень жаль. А вот вы меня вон там в песочнице с совочком целый день будете наблюдать. Катя, ты где? Катя, 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 стой! Ой, девочки, вот это мужчина, а! Да, посмотрите, поднял ее, полотенцем накрыл. Счастливая! Вот бы мне так, хоть бы и сутки через трое делать. Повезло. Слушайте, а может мы по приезду домой тоже с вами как-то встретимся? И повода никакого не надо. Не надо, никакого повода, да. Подождите, подождите, девочки, я надеюсь, что Кешенька нам скоро подкинет повод. Кеша, я сказала, скоро, а не сейчас, ну все. Ну серьезно, ну не надо, ну не надо, ну не надо. Собой, отойдите. Друзья, знаете, для следующего номера нам в помощь нужен наш друг. Очень. Я думаю, вы все тоже будете рады его видеть. Он сейчас, конечно, такой сидит в зале, расслабился. В общем, под ваши аплодисменты хотелось бы пригласить на эту сцену телеведущего, хореографа и просто крутого танцора Влада Яму. Здрасте. Привет, Влад. Дивайся, твоё завдание очень простое. В тебе всего-навсего одна фраза. Ось, будь ласка, ознайомься. Дальше ты просто стоишь и посмехаешься. Да, мы смотрим танцы с зерками, это в тебе очень хорошо получается. Поэтому, пожалуйста, иди за колеси, мы тебя покличем. Поддержим, Влада. Доброго вечера, дорогие телеглядачи. В эфире программа «Великі жінки-винахідники». И вперше наша передача вийшла у 1924-му році, де гостю была Мария Склодовска-Кьюрі. А сьогодні у нас в эфире другий випуск программы. И у нас в гостях еще одна жінка-винахідник Марина Преображенська в вашей області. Добрый вечер, добрый вечер. Марина, скажите, что вы нашли? Мой новый проект называется «Идеальный мужчина». А это что? Смотрите, это уникальный биоробот, который выглядит как идеальный мужчина и содержит в себе все лучшие мужские качества. Все? Абсолютно все. Ну, слушайте, не терпится, хочешь ты на него подивитись? Да, пожалуйста, давайте. Ладно, ко мне! Дорогая, я принес тебе плед, чтобы ты не замерзла. Спасибо, Владичок. Ух, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, він такий гарненький. Ой, вот так і зразу не скажеш, що він робот. Да-да, при том, что это еще не окончательний вариант, да. Здесь еще будет куча всего, да. Роз, значит, будет, да. Скулы. Одежда нормальная. Так, а тут что такое, не могу понять. Тут волосы есть, тут нету. Так, че-то голову вверх ногами, наверное, прикрепили на заводе, ну. В общем, пока это только заготовка, но уже полностью функциональна. Я так розумію, його звати Влад. Ну, вообще-то, полное имя Влад25АР. АР – это что? АР – это Запорожская область. А, да-да-да-да. А 25? Ну, а 25 – это приятный сюрприз. Влад. Скажите, як вам пришла в голову ідея створити ідеального чоловіка? Ну, знаєте, якщо Менделеєву його ідея з таблицей прийшла, коли він спав, да, то мне, наоборот, мисля о Владі прийшла, коли я не могла уснуть. А хто працював над створенням Влада? Ну, ізначально, це воєнна розроботка, да? Поэтому Влад зробив на секретному заводе і може легко знайти вас в темноте. Знайти і... Ну, пока только найти і разминировать. Але ми роботаємо над цим. Угу, я зрозуміла. А чим він краще і справжнього чоловіка? Ну, слушайте, ну, абсолютно всім. В быту він просто ідеален. Да. Йест не просит, не храпит, носки вот такі свої по квартире не разбрасує. О, кстати, про носки. Посмотрите, пожалуйста. Они у нього просто нарисовані на ногах. Ну, а що він зроблений, да? Це шкірозамінник, я так розумію, да? Шкірозамінник. Субтитрувальний, Влад. О, дуже умний. Смотрите, у нього в руке, вот здесь вот, вот в этой правій ручці, у нього встроен інтелектомер, вот тут пальчики. Ага. Мы просто, мы просто встряхиваем і вставляєм в разйом. Пожалуйста, інтелект на лицо. Ага. А як його заряджати? Ну, у Влада є ще один разйом. А де? Просто поверьте на слово. Вот, в общем, туда подходит любая зарядка. Как от айфона... Влад, ну что, ну что... Ну, Влад, ну шо ж ты... Влада. В общем, в тот разйом подходит любая зарядка. Как от айфона, так и от андроида. Даже вот эта от Нокии, помните, такая толстая? Не помните? Ну, Влад точно помнит, да? Ой, Владик. Просто перед этим с ним надо немножечко поговорить, чтоб он расслабился. И можно заряжать. Ага. Или если вдруг у вас с собой нету шнура, то Влад прекрасно заряжается от статического электричества. Да вообще? Да, для этого ему достаточно просто погладить котика. Котика, да? А если нету котика рядом, то можно потереться в какую-то шерстяную кофточку, знаете? Кост, вот как у вашего оператора, пожалуйста. Влад, покажи, как ты заряжаешься. Давай. Прошу. Ты моя зороба. Видите, лицо начинает приобретать красный оттенок, да? Да, да, да. Это означает, что зарядка пошла. И шла. Кстати, у вашего оператора тоже, по-моему, зарядка пошла. Влад, фу! Фу! Все, хватит. Ну вот, молодец, перестарался. Так, иди сейчас за кулисы. Быстренько разрядись, чтобы никто не видел, да? Я тебя позову. Все, давай. Бомба, да? Ну, слушайте, пока Влада не має, хочу вас спитати, что у вас с особистым життем? Ой, можно тут рассказывать. Тут лучше показывать. Влад, ко мне! Дорогая, я принес тебе плед, чтобы ты не замерзла. Слушайте, он же говорит только одну фразу, больше ничего не умеет. А зачем ему говорить? Это идеальный мужчина. А, ну, в принципе, да. А вот, что касательно интима, то, знаете... Влад готов всегда, да? Достаточно дать ему простую команду. Серьезно? Один хлопок в ладоши, и я хочу. Два хлопка, мне достаточно. То есть просто достаточно хлопнуть вот так в долоне, да? Вы что делаете, боже мой? Ты успокойся, ты зверюга, она еще не хлопнула даже. Кошмар. Так вот. Знаете, если большинство мужчин достаточно консервативные, предпочитают заниматься любовью только в постели, то Влад в этом плане просто идеален. Он адаптируется под местность. Ух! Он такой себе сексуальный вездеход, да? Да вы что, Влад? В управлении все очень просто. Как в микроволновке. Выставляете таймер на пять минут. Пять? Ну, ладно, будем честны. Три. Выставляете таймер на три минутки. Влад работает, 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 работает. Потом... Все, можно доставать. Слушай, ты ну, это просто... Неймоверно. Да, да, да. При том, что у Влада, кстати, есть еще насадки разных размеров. Ооо. Легко меняется. Берете выжимной ключ на 22. Ослабляете хомут. Опускается давление. Все. Готов к потреблению. Справится любой сантехник. Помнишь сантехника, Влад? Слушай, ну так багато насадок. Це просто супер. Да, я согласна. Я согласна. Насадок и правда много. Поэтому я рекомендую одну, но универсальную. Размер которой регулируется вот этим... Позвольте. Вот этим вот тумблером. Ааа. Ну шо? Ще здесь бываете? Тут просто надо долго крутить. Так, ладно. Ну его. Есть еще один тумблер. Он отвечает за тембр голоса. От самого низкого. Влад голос. Ааа. Ааа. От самого низкого до самого высоткого. Также два тумблера сразу. Ай. Ой. Блокировка от детей. Ой. Ну це просто чудо, неймовірно. А теперь перейдем к сюрпризу. Так, 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 так. Помните цифру 25? Ну слухайте, як це можна забути? Так вот. Влад вам щас все продемонстрирует. Влад, просим! Власка, Влад. Влад. В чем дело? Влад? Ну? Может? В общем, Влад на самом деле единственный робот, который знает сразу 25 танцев. Представляете? Владик, танцуем. Музыка, пожалуйста. Видите, как двигается, да? Ничего не мешает. Мы решили эту проблему. Также Влад может танцевать медленнее. Вот эту же музыку. Медленнее, да-да. Также он может танцевать очень быстро, как ракета. Еще у Влада прекрасно получаются народные танцы. Вот эту же музыку. Да. Ага, фак. Вау. Я вижу, гопак вам не очень, да? Тогда предлагаю брейк. Брейк. Вот эту же музыку. Влад, пожалуйста. Тоже, да, не очень? Тогда предлагаю вам такой синтез. Гопак и брейк. Гопейк. Райца, умничка. Ну тогда, Владик, как мы с тобой учили для вас короночка. Тверк. Тверк. Видите, если в этот момент поднести к Владу кота, то он полностью зарядится. Все наверняка слышали легенды об Амазонках. Это такие шикарные полуобнаженные женщины, которые скачут верхом, а их волосы развиваются по ветру. Девочки, скажите, а нет ощущения, что эти легенды придумали мужчины, основываясь только на своей сексуальной фантазии? Ну реально, если амазонки жили без мужиков, то выглядели они явно по-другому. В растянутых велюровых трениках, в уголках и с гулькой на голове. В общем, мы с девочками тоже пофантазировали на эту тему. Смотрим в лагере амазонок. Ну перестань, что ты делаешь. Иди ко мне, моя царыца. Ну я пока еще что только вождь. Ты моя королева. Ну перестань. Смерть мужчине! Смерть мужчине! Смерть мужчине! Вождь! Тревога! Выходи! По новым правилам нужно говорить вождиха. Звучит как кишечное заболевание. Вождиха! Постиха! Выходи! У нас ЧП! В лагере завелся мужик! Здравствуйте, сестры. Что случилось? Мужик? Какой мужик? Сестры, я понимаю, в джунглях развлечений маловато, но нельзя больше часа в день смотреть на солнце. Вам померещилось. Идите охотьтесь. Идите. Стоп! Но мы нашли у реки мужские штаны. Ну! А, да! Вспомнила. Это я вчера наткнулась на мужика. Хотела его догнать, а он, чтобы быстрее бежать, снял штаны. А рядом была ваша юбка. А, точно. Моя юбка. Так это я тоже, чтобы быстрее его догнать, тоже сбросила юбку. Мы же не хуже мужиков. Мы не хуже мужиков! Ну вот, я догнала его и убила. Все, сестры, идите, смотрите, как желтеет пшеница. Пшеница! А где тело? А? Какое тело? Мужика. А, что ж вы такие допытливые, все хотите знать. На его! Сестры, птица унесла. А как птица может поднять тело? Как? Как? А как муравей может поднять вес больше себя? Ну, птица же не хуже муравья. Птица не хуже муравья! Ну вот, прекрасно, разобрались. Идите, сестры, идите, смотрите, кто каждый вечер ворует солнце с неба. Это мужики по-любому! По-любому! Я знаю это, мужики, но нам нужны улики. А кто это кашляет у вас в палатке? А, это, наверное, гремучая змея заползла. Сейчас я ее выгоню. Эй, змея! А ну-ка, тише там. Все, нормально. Она уползла, и вы уползаете. Гремучая змея кашляет. Мне кажется, наша вождика классная задница что-то от нас скрывает. А кто дал тебе такое имя? Классная задница. А это имя дали мне поверженные мной враги. Какие враги? А какие у нас враги, сестры? Мужики! Ну вот, видите, не скрывать мне от вас. Нечего. Там в палатке моя сестра. Эй, сестра, накинь что-нибудь женское и выходи. А, мохнатая нога, привет! Привет, девчонки, че шумим? Да у нас в лагерь появился мужик. Да ну, не может быть. И что, вы прям знаете, где мужик? Нет. Но мы его обязательно найдем и накажем. Привяжем к двум соснам и разорвем его пополам! Да! О, это что-то слишком гуманно. Давайте на тот случай, если мы его действительно найдем, напоим его брагой и будем заниматься с ним сексом до тех пор, пока он не сдохнет. Да! А потом все равно разорвем его на сосне. Да! Да что вам эти сосны покоя не дают? А что, если мужик среди нас просто переодетый в женщину? Точно! Это большая бородавка, мужик! Видите ее к соснам, я пошла за веревкой. А че сразу большая бородавка? И вообще, вы говорили, ее не видно. А мне кажется, большая бородавка. Не мужик, а это мохнатая нога. О, че это? Хотя бы потому, что у тебя мохнатая нога. А я говорила, у меня гормоны. А еще она не ходит с нами на охоту. Это потому, что я женщина и мне больше по душе собирательство. А еще она называет нас мамзели. А что это такое? Мамзели? Мамзели это такое животное? Да. А она трогала меня за задницу. Что? А я проверяла, а вдруг у тебя целлюли. А за вашихой души подглядывала. Мне показалось, что она неправильно использует скраб. А со мной переспала! В смысле? Я неправильно использую скраб? Да, сестры, мы так никогда не разберемся. Я знаю, как доказать, что это, мужик, у тебя какой размер ноги? 36. У меня 37-й, у тебя... 42-й. Блин, бородавка, вечно ты все портишь. Слушайте меня сюда. Да, а вдруг мужик тот, кто больше всего на меня наговаривает, а? А это аргумент. Ага, любят мужики на нас, на хрупких женщин наорать. А знаешь, Шоня, заговаривай нам зубы. Точно? Лучше подними юбку и покажи, что там. Давай. Давай, давай, давай. Хорошо. Давай, 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 давай. Аааа! Ааа! 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 Что там такое? Это? Аааа! Трусы. Я их придумала, пока вы воевали. Ааа! Ой, я вообще запуталась. Нужно звать Шамана. По новым правилам нужно говорить Шаманиха. Шаманиха, иди к нам! Шаманиха! 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 Да, сестры мои. Приветствую, сестра Приветствую, сестра Приветствую, сестра Приветствую, сестра Здоров Что там, брагу проверял? Да слабенькая еще Что среслось, сестры? Да нам нужно найти мужика А я вам давно говорила И разорвать его на сосне Старая песня Ладно, найдем мы мужика Че, первый раз, что ли? Зелье варись Правда покажись Скажи, мелья ворона У кого здесь больше всех тестостерона? А что сказала ворона? Ворона сказала, что для того, чтобы найти мужика Нужно идти в начало реки И посмотреть, кто там выливает воду? Подожди-ка, идем! Ой, сестры, я не могу Нам с мохнатой ногой Нужно проверить новый ритуал Новый? Новый! А для него нам понадобится еще и шаманиха Да идите, сестры Идите там на новый ритуал Мальчики, пойдете? Ну что ж, мы будем продолжать Вы знаете, рейтинг самых экстремальных профессий Очолюют пожарники Скалолазы и космонавты Но мы уверены, что следующий номер Поднимет профессию обычного лекаря-терапевта Отразу на кілька позицій вгору Отож, экстремальный випадок в поликлинице Так, глюкозамин записала? Ага 10 упаковок по 15 штук Пиши дальше Хлоридизифалидола Тригидрафтолуола Дексаметазона Мать его! Фот Записала? Хлорифа Что там дальше? Ты серьезно? Ты думаешь, я вот это повторю? Ну тогда, как обычно Каляки-маляки Пиши дальше Пластырь антиникотиновый Две штуки Пластырь антиалкогольный Одна штучка Подожди, как это работает? А я откуда знаю? Ну походу рот тупо заклеишь И все А вот это вещь Алиночка, вот это вещь Что там? Очень крутая настойка Называется Самка-дракон Возбуждающее средство для женщин Ого-го-го А давай попробуем Ты что, с ума сошла? Это концентрат, его разводить надо Ну давай разведем Тут 4000 доз Да господи, Саша, ну давай, ну Разок Я уже вас будила Слушай, только тихо Не ори, не ори, дурочка Девочки Здравствуйте, Елена Юрьевна Здравствуйте Что вы тут бездельничаете? Таблетки фасуем-то Ингендаризация? Слушайте, давайте потом Пофасуйте вас там старшая медсестра Ищет, давайте, марш на выход Ага, хорошо У меня пациенты Алина Я неясно выразилась или что? Что происходит? Я в этой... Давайте, все, идите работайте, девочки Чаю попить негде Они хохочут целый день Ой Странно, когда он успел остыть Только заварила Что такое? Чаинки какие-то Происходит негде Странно Можно? А, да Заходите Здрасте Мне это, надо на работу справку Что я здоров Это к вам? Да-да Да Это ко мне Это ко мне Что за работа? Глова Доставка еды Там у нас требования по здоровью Не сильно высокие Главное, чтобы температура тела Была выше 33 градусов Чтоб продукты в сумке не остывали Ну это там Черканите, что здоров И я помчался Нет Нет Я должна провести полное обследование Зачем? Зачем? Я не знаю Я не знаю, зачем Вы присаживайтесь Присаживайтесь Что-то я... Сегодня так Давайте приступим Имя? Валентин Угу Фамилия? Шикарно сексов Что? Михиенко 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 Да Простите Послушалась Ух Что-то такое Да происходит Сколько вам полных раз Лет? Двадцать шесть Ого Что? Ничего Ничего Где вы живете? Улица Андрея Малышку Один В смысле один? Я спрашиваю Номер дома Один? Тридцать четыре Тридцать четыре Тоже неплохо Вы женаты? А А какая разница? Каде Действительно Какая разница? А А Давайте Пациент Я вас послушаю Давайте Засправкой пришли Да, да Снимайте футболку А А-а-а! Что? Пчи! А-а-а! Пчи! Вы как-то очень странно чихаете. Правда? А, может быть. Кондиционеры начали включать. Я простыла чуть-чуть. Нужно денёк в постели поваляться. Вы как? Ничего, давайте вы, наверное, не снимайте футболку. Я вас так послушаю. Дышите, ага. Немножко громче. Ага, глубже. Теперь ртом. Прекрасно. Вы продолжайте дышать. А мне нужно немножко подышать. О, господи. Что ж происходит со мной, а? Что ж такое-то? Сама не своя. Молодой человек, а что вы делаете? Послушайте, вы вот это вот бросьте. Не надо, я вообще-то замужем. Что происходит? А что? Вы знаете, я просто домой спешу очень. У меня дома муж. Доктор. Доктор дальнего плавания. Я так соскучилась. Так что давайте это всё уже закончим одновременно. Так, хватит. Всё, давайте, идите в дальний угол. Просто идите, будем проверять зрение. О, у вас классно попе. Что-что? Что я сказала? Я сказала о плоскостопе? Что? Давайте, давайте, давайте. Проверяем зрение. Закройте одной рукой пах. О, пах. Да что ж такое? Глаз. Глаз. Закройте одной рукой глаз. О, да ты пирать сегодня. Что ты споришь? Я... Простите, пожалуйста, что-то... Сейчас, секунду. Давайте, всё. Проверяем зрение спокойно. Давайте, глаз закрыли. Смотрим на меня. Вообще, хорошо, видите? Шикарно. Тогда сколько пуговиц я расстегнула? Ну, две. Неправильно. Так, сейчас. Одну секундочку. Давайте, знаете что... Так, соберись, 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 соберись. Давайте, продолжим, продолжим. Да, присаживайтесь. Просто присаживайтесь. Скажите, что у вас с иммунитетом? Вы в детстве сексом переболели? Чем? Ветрянкой. Ветрянкой переспали? Что ж... Что ж... Такое, знаете что? Что-то не то. А, я поняла. Для более тщательного осмотра друг друга... То есть, вас... Вас и мне кое-чего не хватает. Я, кажется, знаю чего. Никуда не уходите. А я не уходите. Следующий. Здравствуйте. Я отблагодарительный. Спасибо. Да, спасибо. И вам большое. До свидания. Ну вот, смотрите. Вот теперь всё пойдёт как надо. Теперь же настоящий осмотр. Скажите, больной. А что вы делаете минут через пятнадцать? Надеюсь, что уже освобожусь. Ох, надо же. У меня тоже заканчивается смена. И у меня там пропадает два талончика на флюорографию. Может быть, вместе сходим? Там как раз дверь на ключ закрывается. Я, наверное, пойду. А я вас в таком состоянии никуда не пущу. Я в таком состоянии, знаете, как давно не была. Знаете, и вообще, я вам прописываю постельный режим. Какой? Строгий постельный режим. По адресу Героев Днепра, двадцать семь, друг два. Подъезд второй. Квартира семьдесят четыре. Консьержки. Она там справа скажет. Я к Елене Юрьевне заниматься сексом. Господи, что я пишу? Боже. Что я пишу? Заниматься. Что делать? Мягкий знак. Простите, пожалуйста. Простите, я что-то вообще ничего не соображаю. Давайте так. Смотрите сюда. Смотрите, видите? Да. А теперь внимательно следите за моими волосами. Лена Юрьевна, можно? Что такое, Саша? Да. Лена Юрьевна, у вас все в порядке? А, да, да. У нас идет осмотр. Человек пришел за справкой. Саша, что со мной? Что со мной происходит? Вам плохо? Нет, мне очень хорошо. Подождите, а что вы чувствуете? Ну, я не знаю. Судя по симптомам, у меня простатит. Лена Юрьевна, скажите, вы выпили из той чашки? Что такое, я попила немножко чаю, а что? Это не чай. Это очень сильный возбудитель. Сильнее конского. Елена Юрьевна, вы когда-нибудь видели возбужденную лошадь? Нет. Посмотрите. У меня губы не накрашены, о боже. Какие губы-то? Встаньте здесь, я продолжу осмотр. Итак, пациент, откройте ротик. Что у нас? А ну-ка, не трожь его, он мой. Понятно? В плане, мой пациент. У нас сейчас реформа, знаете. Да, конечно. Саша, быстро, кали мне. Десять кубиков. Фленор Флорид, твою мать. Флоридола Форте. Быстро, пожалуйста. Пожалуйста. Лена Юрьевна, десять кубиков? Десять кубиков. Он же пронесет. Я знаю. Мне надо одулишься. Черт. Я извиняюсь, а мне что делать? Вы еще здесь. А вы раздеваетесь? Не надо раздевать. Ну почему не надо? Вы раздеваетесь. Не надо. Лена Юрьевна, успокойтесь. Так, где нейтрализатор? Где-то должен быть. Так, где нейтрализатор? Одну таблеточку. Пейте. Да все, ожирите все! Ну? Что чувствуете? Пока ничего. Ничего. Хорошо, читаю. Возбуждение спадает через две минуты. Побочный эффект. Внимание! У пациентов после сорока возбуждение, наоборот, возрастает и появляется заикание. А, ну фу, это не страшно. Вы же говорили, вам тридцать пять! Елена Юрьевна, вам же тридцать пять! Елена Юрьевна! А, Сашенька! Ты свободна, Сашенька! Ты... Р... 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 Стивайся! Р... 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 Знаете, считается, что быть матерью намного сложнее, чем отцом. Но мы с девочками не согласны. Ну, что такое? Да, мать вынашивает ребенка. Да, рожает в муках. Да, его кормит, встает по ночам. Но, знаете, все эти мучения просто ничтожны по сравнению с тем, что испытывает отец, когда собирает свою дочь на первое свидание. Доча, Доча, ты если хочешь идти на свидание, так иди, я ж не против. Только давай пройдем инвентаризацию средств защиты. Ну, одежды. Так, майка. На мне. Рубашка. Свитер. Ливчик. Бюстгальтер. Секретный бюстгальтер. Скрытый бюстгальтер. На случай, если бюстгальтер потеряется. Запасной в портфеле. Так, хорошо. Колготы. На мне. Доказательства. Штаны, 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 штаны. Колготы есть, хорошо. Так, а где GPS-браслет? Ага, есть. Так, высоко так ногу не поднимать, а ну быстро опустило. Так, хорошо. Папа, ты давно уже вытянь всю косметику. Я знаю. Я просто хочу, чтоб запах моей слюны отпугивал других самцов. Папа, может достаточно чесночного жаркова, который ты заставил меня съесть? Чесночных пирожков и чесночного чая? Ну, а что такое? Бывает рыбный день, а бывает чесночный. Ладно, на жвачку. Чесночный орбит. Это я сам делал. Взял жвачечку, раскатал скалкой, чеснокодавку. Папа, мы идем просто в кино. Да будет много людей. Что со мной будет? Ну да, в кино это хорошо. Я вам уже и билетики купил. Последний ряд, пятое место. И первый ряд, третье место. Серьезно? А что, хорошие места, отличные места для воздушных поцелуев. И это, после кино, сразу домой. Мы хотели пойти еще по денсить. Куда? Что ты там не видела? Смотри. Вот это, смотри. Точно так же, только много людей. Нравится тебе? Нравится? Не нравится. Доча, пришел момент рассказать тебе очень реальную историю. Как-то мой один друг, пускай зовут Владимир. Как ты? Да. Папа посадил в своем саду очень прекрасную розу. Ухаживал за ней, поливал, выращивал. Но тут вокруг сада начали околачиваться какие-то левые кобели. И хотели эту розу они. Короче, поймал папа одного кобеля. Сорвался его эти подстреленные штанишки. Взял за правое ушко и за левую ножку. И разорвал его. И кровь вот так вот. А люди говорят, о боже мой, сколько кровь. Ну не умею я рассказывать красивые истории. Да папа, это все нормально будет. Так а ну тихо. Главное сокровище девушки. Невинность. Что такое невинность? Это когда еще не занималась сексом. Вопрос с подвохом. Что такое секс? Понятия не имею. Молодец. 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 Папа, вообще мне уже 20 лет. Сколько можно на улице лето варежки-то куда? А ну быстро на день варежки. Выглядишь как проститутка. Алина с третьего подъезда тоже без варежек ходила. А где она сейчас? Тусы. Проститутка. Так, теперь о важном. Если вдруг он захочет поцеловать тебя по-французски. Я уже говорила. Я не буду класть под язык бритвенное лезвие. А значит я запрещаю тебя целоваться? А если я хочу целоваться? А так отелуйся на здоровье. Завтра бабушка с дедушкой приедут. Они это любят даже. А если я хотела по-французски? Ну, я поговорю с ним. Папа! Волнуйся, дочь, волнуйся. А, успокойся. Да не могу, волнуйся. Да что не так? Ну, а вдруг он не понял моих угроз? Ты ему еще и угрожал. Ну, что там угрожал? Ты тоже в детстве видела отрубленную голову свиньи. Даже на утренник в ней ходила. Свинка-папа, свинка-папа. Волнуйся, дочь, волнуйся. Что мне нужно сделать, чтобы ты перестал волноваться? Не знаю, не знаю. Я ушла. Так, ну, стоп. Вернулась. Если ты тянешь время, чтобы закрылось метро и я никуда не поехал, то второй раз я на это не куплюсь. И вообще, мне надоело, что ты постоянно за мной следишь. То я? Нет. Ну, ты если мне не веришь, так видео с камер наблюдения посмотри. У нас еще и камеры есть. Так, не об этом сейчас разговор. Папа, ты реально думаешь, что я совсем... Я не замечаю, да, как дядя Андрей чудным образом за день меняет профессию? То он бармен в ресторане, где у меня свидание. То он таксист, который меня домой подвозит. То он охранник. Ну, жизнь такая у человека двое детей. Ну, крутится как может, ну. Кэт, привет. Пап, салют. Привет, Света. Я до завтра гулять, так что не звони. Хорошо, если останешься ночевать у Сергея Петровича, дай знать заранее. Кстати, пап, сзади две бомбы. Любит меня, сынок? Почему ему все можно, а мне нет? А я не могу ущемлять его права только из-за того, что он гей. Ладно, иди гуляй. Только чтоб девять было. Папа, уже девять. Доча, ты уже дома? Боже, какая ты у меня послушная. Ты же пила? Ай, извини, это я. Папа, я ушла на свидание. Иди! Только знай, ты на мне родная. Что ты мелешь? Я думал, ты побежишь к себе в комнату плакать, и я быстро дверь закрою. Так это он, а ну дай сюда. Фу. Он написал привет, как дела? Что тут фу? Да даже вот это вот похотливое. Привет. Ты понимаешь интонацию? Привет. Слушай, а вдруг он маньяк? Тут по новостям передавали, что неизвестный похитил девушку в Киеве. А вдруг это он? С чего ты взял? А потому что там не было сказано, неизвестный похитил девушку, но полиции известно, что это не Дима. Дима, спокойный парень, он занимается рисованием. Гитлер тоже рисовал. И что случилось? Так, все, я тебя сам отвезу. Хватит со мной ходить. Когда это я хожу? Ты всегда со мной. Я когда у Иры ночевала, ты был со мной. У нас была пижамная вечеринка, и ты сидел в трусах. Так весело же было. Нам-то весело, только не Ирыным родителям. Володя, все хорошо. Я мусор выбросила, по дороге никого не встретила, а обходила вот так даже голубей. Не переживай. Молодец. А наша дотя на свидание собирается. Это что такое? Что? Боже, ну вот сразу видно, что отец собирал. Я не могу. Ну комедия. Ну где еще шапки? Где еще штаны? Плащей вообще нет. Ты хочешь, чтобы меня прямо в подъезде изнасиловали? Я не могу понять. Кошмар какой-то. Так, еще нужны две шляпы и темные очки. Это еще мне зачем? Это маме с папой. Ну понимаешь, все пойдем, мальчик не должен ждать. Бегом-бегом-бегом-бегом. Это женский квартал. Покинем здесь видео. В современном мире для женщин создана масса сервисов. Клининг-сервис, чтобы не убирать. Доставка еды, чтобы не готовить. Муж на час, чтобы сделать какую-то мужскую работу. Ну или что-нибудь починить. Такими темпами вполне возможно, что скоро появится новый сервис. Скандал на дому. Да-да-да, открыто. Заходите, заходите. Добрый день. ОАО Скандал Инкорпорейтед. Я менеджер по продажам Алиса. Здравствуйте. Здравствуйте. На ваш адрес пришел заказик на скандал. Да-да, все верно, да. Я так понимаю, заказчик непосредственно вы? Да, я. Отлично. Вы знаете, я как бы уже пять лет в разводе. Ну, без секса я как-то свыклась. А вот скандал устроить, ой, как тянет. Я вас понимаю, типичный случай. Но вы правильно сделали, что обратились именно к нам. Потому что у нас работают настоящие специалисты. Знаете, последние подонки, сволочи и скандалисты нашего города. Как понимаете, после реформы ЖКХ люди без работы не остались. Давайте, давайте к делу. Сначала надо будет заполнить одну небольшую форму. Да-да-да, давайте. Вы готовы? Да. Ваш год рождения? 1980-й. Да, ну и старьё-то, конечно. Что, простите? Все нормально, это я вас так эмоционально подготавливаю к скандалу. Так сказать, нащупаю ваши психологические триггеры. А что такое триггеры? Это чувствительные точки психики, если для тупых объяснять. В смысле для тупых? Подготавливаю вас. А-а-а, поняла, извините. Все нормально, я к придуркам привыкла. Что? Как вас зовут? Галя? Боже. Что за колхоз? А что не Клава? Что у родителей совсем с фантазией туго было, да? Нет. Знаете, вот это слишком. Я сейчас... Галя! Галя, накапливайтесь. Накапливайте. Ваше хобби. Ой, этого у меня полно. Я очень люблю делать всякие осоления. Я обожаю высаживать рассаду. И очень люблю делать поделки из бумаги. Забираю свои слова обратно. Имя Галя вам очень подходит. Спасибо. Что спасибо? Это был сарказм. Кто был? Вот вы, матушка, уже и до Галя не дотягиваете. Слушайте, ну почему вы меня путаете? Ну я же и есть Галя. А я смотрю, ты, дура, вот только на прямые оскорбления реагируешь, да? Нет. Знаете, знаете, вот это уже слишком. Я сейчас вас... Сейчас вас сударю. Только на прямые, что и следовало доказать. Галь, расслабьтесь, тест окончен. Так и запишем. Бурно реагирует на возраст и унижение интеллектуальных способностей. Галенька, еще один очень важный вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы всегда были такой жирной коровой? Простите, что? И на критику лишнего веса. Точка. Галь, все, все, выдыхайте. Единственное, что хотелось попросить к приходу нашего сотрудника, пожалуйста, оденьтесь как-то поприличнее, да, а не как лошара. Поняла, поняла. Это вы меня подогреваете к скандалу, да? Не-не, сейчас вам советую, чисто как женщина-женщина. Спасибо, конечно, но мы уже можем начинать. Да, да, давайте начнем. Скандал будет здесь? Да, здесь, в этой квартире, да. Помещения, конечно, маловато. Посуда будет биться ваша, наша? Моя. Надо, чтоб соседи слышали скандал. О, как это? Ну, смотрите. За 50 гривен приезжает наш специальный сотрудник Павел. А он бывший оперный певец, понимаете? Скандал будут слышать все соседи. Нет, это лишнее. Хорошо. Вещи с балкона выкидывать собираетесь? Конечно. Отлично. Значит, соберем для вас один комплект мужских вещей. Да. Этаж у вас второй. О, Галенька, смотрите. У нас есть специальное предложение для жильцов первых двух этажей. Угу. За, ну, небольшую доплату. Во время того, как вы выкидываете вещи с балкона, наш сотрудник ждет вас внизу и закидывает вещи обратно. Отлично. Таким образом удовольствие длится дольше, Галя. Супер. Супер. Теперь давайте по сценарию. Так. Я предлагаю вам классический скандал, да? Да. Пускай все начнется здесь, на кухне, да? Вы станете, будете орать друг на друга, бить тарелки, потом убежите плакать в ванную, будете сидеть там полчаса, а наш сотрудник в это время под дверью будет просить у вас прощения. Вы гордо выйдете, проследуете с ним в зал, и там возможен примирительный секс. Отлично. Это еще не финал. Секс у него не получится, и вот вам новый повод для ссоры. Ну, а если вдруг? Галенька, никаких вдруг. У нас работают настоящие профессионалы. У них не получается всегда. Ну, я не знаю. Ну, а может вы мне какие-то акции предложите? Давайте посмотрим, какие скандалы пакеты мы могли бы вам предложить. Итак, Галя, специально для вас у нас есть пакет «Безлимитное унижение». Все входящие и исходящие оскорбления круглые сутки не останавливаются. Также пакет «Рукоприкладство» и «Рукоприкладство плюс». Ух ты, как интересно. А что входит в «плюс»? Многоприкладство. Вот неплохо, неплохо. Но вот мне бы хотелось чего-то такого особенного. Да что? Да. Тогда, Галя, специально для вас наш новый пакет «Свекровь плюс» с тремя уровнями противности. Интересно? Конечно. Тогда давайте представим. Я свекровь, вы, к сожалению, по-прежнему, Галя. Да. Итак, первый уровень. Ой, а что это вы в плиту случайно не помыли? Или вам так нравится? Нет? Хорошо, хорошо. Второй уровень, второй уровень. Угу. Боже! Боже! Что у вас тут сдохло? Да пооткрывайте же вы окна! Там... А, Алечка, это ты котлеты жаришь, моя девочка. Ну... Нет? Хорошо. Тогда третий уровень, мой любимый. Угу. Да, сынок. Ну, знаешь, как говорится, если взял дворняжку, хоть стриги ее, хоть купай, но с панели из нее не получится. А ну, заткнись! Я так понимаю, свекровь берем? Ага. Да, очень похоже, очень. Я заметила. Спасибо. В общем, Галя, заказик я оформила. В течение дня скандал будет доставлен по вашему адресу. Ага. ЗВОНОК Да ладно. Здравствуйте. Я по поводу заказа. Ага. И-и-и-и. Ага. Какой нахрен здравствуйте? Ага. Ага. Ты где шлялся, скотина, а? Ага. Три часа ночи, ты мне все нервы вымотал. Толстая я, да, значит? Имя у меня колхозное, да? А вот тебе и рука прикладства. На! Ага. Ага. Одеваюсь я как лошара, да? А вот тебе и нога прикладства. Но! 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 Галя, 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 мне кажется, вы пришли. Я поняла, одному страшно с мамой пришел, да? Что? Не дома, Ваня? Дворняжку взяли, значит, сейчас оба подняли свои аристократические задницы. И в умань на родину, на тебе и на тебе. Ой, как хорошо. Спасибо, спасибо. Я прошу прощения. Суши вы заказывали? Нет. Это тринадцатая квартира? Нет, это четырнадцатая. А, я тогда пойду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, не провожайте. Галя, у меня есть для вас предложение, Галина. Давайте к нам. Мы вас сделаем директором. Галя, у вас большое будущее. Идем софами. Это женский квартал. Погиньи здесь смеются на сапог.